Жизнь в обществе неразрывно связана с денежными потоками, и финансовый аспект затрагивает практически все сферы жизнедеятельности современного человека. Финансовая грамотность дает возможность управлять своим финансовым благополучием. Финансовая грамотность очень важна для современного человека. Она является одним из главных условий повышения уровня жизни как гражданина, так и всей страны. Сегодня я пригласила на нашу встречу консультанта по личным финансам Капитолина Максимова. Она нам сейчас немножечко о чем-нибудь расскажет. Ну как о чем-нибудь, о финансах. Вам слово, Костолина. Доброе утро. Меня как слышно? Слышно. Слышно? Хорошо. Всем доброе утро. Сегодня мне хотелось бы остановиться на некоторых вопросах, на тех возможностях, которые предоставляет нам карта Мир. Я думаю, что у каждого есть такая карта. И, соответственно, многие хотели бы узнать, какие можно получить возможности, пользуясь данной картой. Если у кого нет такой карты, то ее можно приобрести в любом банке, расположенном на территории России. При приобретении карты необходимо обращать внимание на программу лояльности, которую предлагает банк. У каждого банка своя программа лояльности. И подключиться к ней, имея карту, можно бесплатно. Одна программа лояльности предусматривает такие возможности для пользователя, как пользоваться кэшбэком, получать кэшбэк от покупок, начисление процентов на остаток вклада, а также получать повышенный кэшбэк от партнеров банка. Соответственно, когда вы выбираете ту или иную карту, я вам рекомендую обращать внимание на условия и тарифы, которые предлагает банк. Платежная система МИР – это платежная система российская. Это аналог платежных систем визы и мастер-карт. Она была создана в период, когда начали вводиться санкции против России, отвечает всем мировым стандартам безопасности. Платежная система МИР имеет дополнительно свою программу лояльности, которая проводит масштабные акции для пассажиров и автомобилистов. И куда бы вы ни отправились с картой МИР, это будет всегда выгодно. Возврат на карту осуществляется в рублях. В некоторых крупных городах уже карта МИР используется как транспортная карта. По ней можно оплачивать проезд в общественном транспорте. Это выгодно и удобно для нас. И чтобы пользоваться двумя программами лояльности, которые предлагает и банк, и платежная система, необходимо подключить свою карту МИР, зарегистрировать на сайте приветмир.ру. И вы имеете возможность, пользуясь одной картой, получать двойные привилегии, которые вам будут предлагаться. Несмотря на то, что платежная система МИР – это российская платежная система, и она была создана для использования внутри страны, она уже начинает завоевывать МИР. И уже в 12 странах можно ею пользоваться для оплаты покупок, а также для снятия наличных. И вы можете ознакомиться с теми странами, где можно уже пользоваться картой МИР. Но я вам настоятельно рекомендую, если вы планируете отправиться в ту или иную страну, обязательно зайдите на сайт и посмотрите дополнительно, как более выгодно воспользоваться данной картой. Наша карта защищена от различных геополитических обстановок и любых санкций со стороны других стран, в отличие от карты визы и мастер-карт. Поэтому вы можете не бояться за средства, которые хранятся на данной карте. Правительством России была разработана и действует, каждый год она возобновляется, программа 20% возврата кэшбэка при оплате путевок по территории России. Что нужно для того, чтобы участвовать в данной программе? Это, конечно, иметь карт на МИР любого банка. Затем необходимо зарегистрироваться в программе лояльности приветмир.ру и зайти на сайт мирпутешествий.рф, изучить условия и правила участия в акцин, выбрать то направление, в которое вы хотите отправиться, оплатить карты МИР онлайн-путевку, и вы сможете получить 20% возврата от стоимости вашей путевки. Максимальная сумма 20 тысяч рублей или, как я уже сказала, 20% от стоимости, которую вы оплатили. В такой акции можно участвовать несколько раз. Единственное, что акция действует вперед, в этом году она действует с 17 января по 12 апреля. Соответственно, путевку вы должны оплатить до 12 апреля. И вернуться из путешествий по условиям акции до 30 апреля. Если у вас круизные путешествия, то вернуться вы должны впервые. Партнерами данной программы выступают различные санатории в нашей стране. Также можно приобрести проживание в отеле, в гостинице от двух суток. Детские лагеря участвуют в данной программе, а также различные туроператоры. Территория покрытия – вся Россия. Можно приобрести даже путевки на популярные направления. Карты действуют, вернее, акции действуют по России, как я сказала, а также в Крыму и в Севастополе. Но, к сожалению, есть и недостатки в использовании карты МИР, которые я вам сейчас скажу. Это ограничение при оплате за границей. Как я сказала, что карта только принимается пока в 12 странах МИРа. Также единственная валюта счета – это у нас рубль. И, к сожалению, не все интернет-магазины при оплате онлайн принимают карту МИР. Ольга Анатольевна, можно следующий слайд? Я переключила следующий слайд. У вас не видно? У меня вообще все еще про карту МИР. Вроде бы я все про МИР хотела сказала. Да нет. Так, еще раз. Сейчас, продолжайте. Что еще хотелось бы сказать про путешествия? Если кого-то это очень сильно интересует, то я советую поторопиться. Потому что помимо времени, то, что акция действует по 12 апреля, она еще и ограничена денежными средствами. То есть под эту акцию правительством выделяется определенная сумма. И как только она закончится, ну, скорее всего, уже кэшбэк начисляться не будет. А уже в этом году и вообще эта программа очень популярностью пользуется, потому что 20% вернуть со стоимости путевки – это очень хорошие деньги для семейного бюджета. Ольга Анатольевна, не этот слайд, а второй про Пушкинскую карту я хотела рассказать. Да, если у кого-то возникают вопросы, вы, пожалуйста, как бы фиксируйте, а в конце я на них отвечу. Значит, несколько слов хотелось бы рассказать про Пушкинскую карту. Так как это новый национальный проект, он был запущен 1 сентября прошлого года. Это проект, который совместный проект Министерства культуры и Минцифры России. Цель проекта – это сделать, чтобы наша молодежь могла посещать различные культурные мероприятия за счет государства. Участниками проекта могут быть молодежь в возрасте от 14 до 22 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации. Номинал карты, который предоставляется с 1 января 2022 года, составляет 5000 рублей, и она ежегодно пополняется. Что можно сделать с денежными средствами на этой карте? Мы можем покупать билеты в театр, музеи, филармонии на выставки, а также с 1 февраля можно оплачивать билеты в кинотеатр на российские фильмы, которые сделаны, производство, участвовали в Министерстве культуры. То есть не все подряд, а какие-то отдельные фильмы. Как оформить карту? Виртуальную карту можно оформить через госуслуги. Необходимо зарегистрироваться, подтвердить учетную запись, установить мобильное переложение госуслуги культуры и пользоваться картой. То есть на сайте госуслуги культура размещена афиша, где можно оплатить пушкинская карта посещения тех или иных культурных мероприятий. Также пластиковую карту можно оформить в любом отделении почта банка. Пластиковая карта, пушкинская карта, она у нас именная, ее может оформить только сам, ну, подросток от 14, как я сказала, до 22 лет. По этой карте можно посещать не только федеральные, но и региональные и частные культурные учреждения. Действует она на территории России, Крыма, Севастополя. Билеты можно оплачивать как онлайн, так и в кассе. Так как деньги у нас целевые, то вы можете быть спокойны, что снять наличные с нее не получится. Ольга Анатольевна, давайте тогда следующий слайд. Ну и немного, хотелось бы несколько слов, не остановиться на налогах. Значит, смотрите, в 2021 году у нас был введен новый налог на вклады. Многие, может быть, об этом слышали. И уже в этом году мы впервые будем платить этот налог. Кого он касается? Он касается тех, кто хранит свои денежные средства в банках. И мне бы хотелось остановиться на некоторых моментах, которые необходимо знать, чтобы быть в курсе, скажем так. Налоговая ставка составляет 13%. Но, смотрите, если ваш доход за 2021 год со вкладов составит более 5 миллионов рублей, то налоговая ставка будет уже 15%. Налог взимается с дохода, полученного в 2021 году, и со вкладов, превышающих 1 миллион рублей. Сумма с дохода, которая освобождается от налога, привязана к ключевой ставке Центрального банка, которая действует на 1 января. Например, на 1 января 2021 года ставка составляла 4,25. И, соответственно, сумма в размере 42 500 освобождается от налога. Но Федеральная налоговая служба самостоятельно рассчитывает налог на основании данных, которые предоставляет банк. Поэтому, если у вас денежные средства хранятся в нескольких банках, то доходы, полученные вами, будут суммироваться налоговой инспекцией и рассчитываться на единый подоходный налог. Также налог необходимо будет платить валютных вкладов, с которых, если вы с них получили доход в течение года. И доход, полученный в иностранной валюте, он будет пересчитываться по курсу Центрального банка, той валюты, в которой лежала. Налог нам необходимо заплатить до 1 декабря на основании полученного уведомления по почте от налоговой службы или полученной информации на сайте налог.ру в личном кабинете. Так как у нас налоговая переходит в основном в электронный документооборот, вам может прийти письмо именно на электронную почту, если вы имеете личный кабинет. Поэтому я настоятельно рекомендую отслеживать сроки получения письма, так как несвоевременность уплаты налога после 1 декабря повлечет за собой начисление пени и начисление штрафных санкций. Но никто не хочет, конечно, платить. Еще хотела обратить внимание, что налог оплачивают все без исключения, в том числе и неработающие пенсионеры. Единственное, что от налога освобождаются, это вклады, где процентная ставка в течение года была менее 1%, а также вклады, открытые на опекунов, счета, открытые для участия в долевом строительстве, а также вклады, полученные в порядке наследования. Я не знаю, видно ли слайд, но вот на слайде приведен пример, как, в принципе, рассчитывается налог. Если, смотрите, если, например, у нас была в течение 2021 года сумма, например, миллиона рублей, мы положили ее под 5% годовых, и в течение года мы получили доход в размере 50 тысяч рублей, то из суммы 50 тысяч рублей вычитается сумма, которая не облагается налогом в 2021 году, это 42 тысячи пятьсот, у нас остается сумма 7 тысяч пятьсот, с этой суммы будет браться налог в размере 13%, то есть 975 рублей. Эту сумму мы должны будем заплатить до 1 декабря. для информации, так как сумма вот эта 42 пятьсот, она каждый год будет меняться в зависимости от ставки ЦБ, ключевой ставки Центрального банка, которая действовала на 1 января, ну, через того года, за который мы платим налог, вот для информации я привела пример, что на 1 января 2022 года уже ключевая ставка у нас была 80,5%, она у нас может как увеличиться, так и уменьшаться, и, соответственно, 85 тысяч рублей – это та сумма, которую не будет облагаться подоходным налогом в 2022 году. Так, Ольга Анатольевна, давайте на следующий слайд. Ну и для тех, кто не очень любит теорию, а больше любит практику, я подготовила такое небольшое задание. Это, во-первых, все мы имеем ту или иную пластиковую карту того или иного банка. Это может быть ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, любого банка. Я вам предлагаю ознакомиться с программой лояльности вашего банка. Если вы ей еще не пользуетесь, то активно начать ею пользоваться. Вы увидите, какие плюшки и преференции можете получить, используя все эти возможности. Также, если у вас есть дети в возрасте от 14 лет, рассказать им про Пушкинскую карту и помочь им ее оформить, потому что она оформляется именно на ребенка. Изучить программу лояльности платежной системы МИР и тоже начать ей пользоваться. Имея одну карту МИР, вы получаете возможность пользоваться двумя программами, независимыми программами лояльности от банка и от платежной системы. Ну и у кого были вклады в 2021 году и вы получили какой-то доход, рассчитайте для себя налог, который вы должны будете заплатить в 2021 году. Ну и не все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я готова на них ответить. Девочки, если у кого-нибудь есть вопросы, можете спрашивать. У меня вопрос есть по Пушкинской карте. Вот на эту Пушкинскую карту можно покупать книги или пользоваться электронной библиотекой? Потому что некоторые электронные библиотеки, они платные. Вообще в интернете написано, что библиотеки включены в список получения услуг по Пушкинской карте, но конкретно покупать какие-либо карты, например, из тех же сайтов, еще пока не предусмотрено. А карты именно рассчитаны на культурные массовые мероприятия. Это концерты, как я сказала, выставки, различные спектакли. А еще у кого-нибудь вопросы есть? Тогда у меня еще один вопрос. Теперь по налогам вопрос. Если, например, у меня 4 вклада по 250 тысяч, у меня налог как платить? Смотрите, в принципе, чтобы для нашего понимания, мы исходим из того, что если вы в течение года получили доход больше, чем 40... Ну, именно за 2021 год получили доход больше, чем 42 500, со всех вкладов, они суммируются, то сумма, превышающая эту сумму, вы платите 13% налога. Если у вас были вклады, например, по 100 тысяч рублей, и процентная ставка была не такой высокой, то, скорее всего, вы платить это не будете. Но все суммы всех ваших доходов, она будет суммироваться. То есть мои денежки, которые лежат на карточке, они будут не тронуты. Только то, что проценты начислятся. Вот с этого платим мы налог. Мы платим с дохода, именно с дохода, который вы получили на те деньги, которые лежали у вас в банке. Начислено было вам 42... Банк начислил вам, например, сумму больше, чем 42 500 в течение года. Вот с этой суммы вы и платите. Именно начислить. Есть еще такой нюанс. Например, вы открыли депозит. Депозит на год. И год у вас заканчивается, например, в 22... Открыли в 21 году, а год у вас заканчивается в 22 году. Соответственно, вам доход будет начислен банком в 22 году. И вы уже будете платить налог за 22 год, уже в 23 году. Есть и такие нюансы. Это именно то, что вам банк в качестве процентов начисляет в течение года. Иногда вот такие смс-очки приятные приходят. К вам начислено там тысячу рублей, там 5 тысяч рублей. В зависимости от того, где хранятся деньги. Вот эти вот суммы, они будут суммироваться. Ну, у меня больше вопросов нет. Девочки, у вас есть у кого-нибудь вопросы? А у меня есть вопрос. Что пользуется программой лояльности того или иного банка? Можно? Можно немножко поактивничать? У нас есть время? 9 минут осталось вообще. Я могу поделиться. Вот у меня есть как бы карта Сбербанка. Там есть программа лояльности. Спасибо от Сбербанка. Вот я ей активно пользуюсь. Получаю баллы, которые затем трачу на другие цели. Могу потратить. Мне что-то не приходит они. Потому что, наверное, не подключены. Надо подключиться к программе лояльности. Подключение бесплатное. Но вы получаете возможность получать именно кэшбэк, который затем вы можете, в зависимости от условий, есть такие программы, где кэшбэк начисляется именно рублями. Это возврат с вашей покупки. Потратили 100 рублей, вам вернулось 2 рубля. Мелочь, но приятная. А есть, когда возвращаются бонусы. Ну, расскажите, кто-то пользуется программой лояльности? Каким банком вообще пользуетесь? Вот у меня тут светится Макеева ТА. Это Ксения, да? Она тут? Не пользуетесь. Я думаю, что все равно кто-то пользуется. Просто сейчас сразу не сообразит. Наверное, все-таки пользуемся. Да. Ну, большое спасибо. Надеюсь, что информация вам полезна тогда, если не пользуетесь. Наше мероприятие считается закрытым. Спасибо всем большое. Спасибо, девочки. Субтитры сделал DimaTorzok